Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором каждый день вас ждут свежие обзоры на всё, что происходит в нашей игре. Если вы хотите ничего не пропустить, подписывайтесь на оба моих канала, ссылочку на второй канал найдёте в описании, ну и обязательно прожимайте на колокольчик как на одном канале, так и на втором. Ну а в этом видео, ребят, мы с вами сначала обсудим, а потом купим и откроем незаменимый набор за 20 тысяч голды. Делать это будем у меня на твинковом аккаунте, на одном из моих аккаунтов, под которым я состою главой клана одного из кланов Альянс ГСН. И всё это связано с тем, что здесь есть сертификат на высшие хищники, то бишь на десятку, и все вот эти десятки на основном аккаунте у меня присутствуют. Таким образом, приобретение данного набора ради этого сертификата, это изначально убыточное занятие, потому что мне в любом случае выпадет компенсация 7,5 тысяч голды. И я уйду в минус на 12,5 тысяч золота, что я лично считаю марнотратничеством. В отношении 10 мистических контейнеров в последнее время из мистиков не выпадает ровным счётом ничего. Ну, по крайней мере мне, ну а вы напишите своё мнение в комментариях в отношении мистических контейнеров и насколько вам везёт в последнее время. Что меня порадует, так это то, что я открою 10 мистических контейнеров, ну и соответственно получу себе мистический контейнер второго уровня, потому что 6 талисманов из 15 необходимых у меня уже есть. Таким образом, я получу себе не 10 контейнеров, а 11, один из которых будет второго уровня, типа шансы выше. В отношении годности набора, ну в целом за 20 тысяч можно и так в любой момент, когда выставляют на продажу, купить себе какую-нибудь десятку. Только в случае, если вы покупаете себе набор с конкретной десяткой, то вы делаете осознанный выбор. Ну, допустим, выставляется на продажу Super Conquire и вы покупаете себе данного супер коня, потому что вы хотите его себе приобрести. И в принципе его можно в голом состоянии приобрести дешевле, нежели за 20 тысяч золота. То же самое касается многих других машин. Да, безусловно, тот же самый Carro 45 тонн многим хотелось бы себе заиметь, но пока на данный момент его не выставляют на продажу, так чтобы можно было приобрести его в свободном доступе. Кто-то гоняется за СТРВК, но стоит отметить, что здесь есть и в то же время несколько не сильно интересных машин на сегодняшний день. В частности, я говорю о 121Б, о ВЗ-111-5А и о АМХ-30Б. То есть, если выпадут вот эти вот машинки, то я лично считаю, что явно буду в минусе. Короче говоря, 20-ка золота это потенциально купленная вами тачка в голом состоянии и так, когда будут выставлять на продажу, а может быть купить и дешевле. Здесь положили Х5 в количестве 30 штук на любые танки и это, в принципе, хорошо поможет прокачать какую-нибудь веточку, которую вы хотите. Здесь есть анимированный аватар, обвес и здесь есть внешний вид, но только этот внешний вид, ребят, подходит, в принципе, на любую машину и его можно встретить на любой тачке. В общем, это не легендарный внешний вид конкретного танка и было бы неплохо, чтобы сюда положили, я не знаю, как-то всунули сюда легендарный внешний вид к той десятке, которую вы достанете. Ну, а так вы получите из этого сертификата просто голую машину, причем неизвестно какую. Ну, ладно, обсудить обсудили, давайте будем приобретать наборчик и посмотрим, что из этого набора нам выпадет. Распродано, значит, уже приобрели, заходим к нам в хранилище, ну и давайте начнем с мистических контейнеров. Все-таки оставим самое вкусное на потом и давайте откроем мистики. 200 золотом возвращаются назад, того набора обошелся в 19800. Мистический сертификат, ребят, слушайте, наговариваю, наговариваю на мистике. Но стоит отметить, на всякий случай, для тех, кто верит в теорию заговора и верит в теорию того, что на твинковых аккаунтах, на которых мы не играем и у которых малое количество боев выпадает получше, стоит отметить, что да, действительно, это мой твинковый аккаунт, у меня на нем чуть более 500 боев и в последнее время на данном аккаунте я действительно не играю. То есть я захожу в него сугубо для того, чтобы забрать какие-то наградки, ну и плюс посмотреть, что в клане происходит. Мистический контейнер второго уровня, сейчас тоже его откроем, дооткрываем мистики первого левела, ну и в целом сейчас переходим в хранилище. Давайте откроем мистический контейнер второго уровня, что у меня здесь, ну здесь, как видите, ничего. Ну, удивительно, но факт. 50 тысяч серебром и два раза по 200 единиц свободки, я считаю, что это нищебродство для контейнера второго уровня. Теперь давайте откроем мистический и посмотрим, что мы получаем. Вот так вот, ребят, мистический контейнер приносит мне Т-14. Т-14 из всего, что можно было отсюда получить. Даже не какая-то семерка, а пятерку дали, причем премиумную. Ладно, хорошо, бок с ним, забираем, ну и теперь чего мы получаем? Я потратил, можно сказать, 19 700 золота, потому что 300 голды мне вернулось, и я получаю КПЗ 50 тонн. За 19 700, ну окей, хорошо, давайте скажем, за 17 тысяч отнимем еще стоимость того, что попадало, да, плюс Т-14. Он чего-то, да, все-таки стоит. Не знаю, ребят, не знаю, что сказать. Я лично считаю, что лучше за 20 тысяч золота приобрести себе в магазине тот танк, который вас реально интересует. Вот хотите вы себе того же самого Баджера или Бадгера, кто как называет, подождите, пока он выйдет на продажу, и лучше купите конкретную машину, которую вы хотите. Ну, это мое мнение, вашего мнения жду в комментариях. Снимал специально для вас и пошел делать дальше следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok